Это праздничное воскресное служение в небольшой христианской протестантской церкви в Бишкеке. Служение традиционно здесь начинается с музыкального прославления. С недавних пор в этой церкви начали использовать новые технологии. Специально купили смартфон, подключили его к интернету и с его помощью выходят в прямой эфир через одну из популярных социальных сетей. Теперь любой человек в любой точке мира может практически присутствовать здесь и слушать проповедь. Расчет изначально делали на тех, кто по каким-либо причинам не смог прийти лично. Онлайн – это просто потрясающе. То есть я могу взять с собой телефон, ходить по дому, что-то делать, слушать и при этом присутствовать на проповеди и видеть, что там происходит. Лично меня это очень радует, потому что мне бы не хотелось оставлять собрание, но и при этом не всегда физически есть шанс туда попасть. Так что это прям классное новшество. Широко свои эфиры не рекламируют. Адреса вещания знают прихожане и те, кто уехал за границу, но совсем оставлять общину не хочет. Мы в принципе не ориентируемся на то, чтобы было прямо больше, за количеством гонимся. Нам, конечно, важно, чтобы человек, если он действительно хочет получить какую-то информацию, если это ему действительно помогает, это просто действительно неоценимо. Очень удобно, дай бог. Я желаю молодежи, чтобы они использовали и применяли эти соцсети по назначению. Потому что на пространстве интернета можно найти все, что угодно. Но нужно пользоваться тем, что приносит пользу. Современные инструменты коммуникации пришли и сюда, в Русскую Православную Церковь Бишкеки. Новости, православный календарь и всю необходимую для верующих информацию публикуют на своем сайте. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех с праздником Рождества Христова. Один из служителей, диакон Виктор Штыркин, ведет видеоблог. Проект называется «Батюшка Лав». Через социальные сети верующие из Кыргызстана и других государств могут задать вопросы и получить ответы непосредственно от представителя духовенства. Аудитория абсолютно разная. Информацию, конечно, приходится подавать более на современном языке, смотря на каком ты сайте находишься. То есть, если я подаю информацию через Инстаграм пространства, то понятное дело, что моя публика составляет в основном возраст от 12, грубо говоря, до 25-30 лет. Ну, это молодежь. Можно так ее прямо назвать, это молодежь. 40 минут – это моя лекция, 20 минут – это опросы. То есть, мне задают вопросы, на которые я отвечаю людям. Вопросы бывают разные, абсолютно разные. Проект действительно очень прогрессирует. Начинали мы с 20-30 человек. На данный момент у нас больше 8-9 тысяч подписчиков в целом. То есть, это неплохой охват. Что-то подобное планируют запустить и в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Интернет здесь тоже используют активно. На данном этапе очень востребована схема «вопрос-ответ». На сайт поступают заявки от верующих, которые обрабатывают служители и дают максимально развернутые ответы. Сайт, скажем, еще дорабатывается. Мы как бы раньше работали, у нас был онлайн-чат. Люди могли задавать вопросы, касающиеся религии. Мы во время работы отвечали. Ну, сейчас сайт разрабатывается, и мы хотим какое-то другое направление. Тоже будет как бы типа онлайн, я думаю. Но уже, если придет вопрос, мы хотим уже как бы отвечать более обширно. При этом в Муфтияти отмечают, что человек может получать ответы онлайн, даже смотреть проповедь через интернет. Но это все не отменяет необходимости лично посещать мечеть. Также вопросы и ответы. В этом помещении происходит запись видеороликов, небольших лекций и обсуждений на тему ислама. Часто ведет ролики профессор-теолог Кадыр Маликов. У нас команда ребят молодых, которые как бы занимаются просвещением, да. То есть есть свой как бы канал, «Исламхаус» называется. И основная наша цель, конечно, именно через интернет доносить до молодежи понимание ислама, да. То есть просвещение через интернет. И поэтому как бы мы стараемся снимать такие короткометражные, короткие ролики с определенным посылом, да, в основном это духовно-нравственный посыл, где-то это воспитание, где-то обучение даже, да. По убеждению Кадыра Маликова, в мире радикализация некоторых групп молодежи происходит именно по причине малодоступности образования, в том числе недостатка правильной, выверенной информации об исламе. Борьба сегодня идет за умы молодежи. И в этой борьбе или в войне за умы, к сожалению, мы как бы проигрываем где-то. Сейчас как бы настало время, что современный имам, он должен доносить простым, ясным языком, молодежным языком, именно через интернет, через соцсети, да. Помимо того, что мы выступаем в мечетях, да, для духовенства, вот исламского, я имею в виду, стоит такая вот непростая задача, быстрее осваивать современные технологии интернет, чтобы влиять как-то на молодежь. Разные конфессии, представители самых разных религий активно стараются использовать современные технологии. Прогресс средств коммуникации дает хорошую возможность находить новых последователей, общаться друг с другом, узнавать о других верованиях и религиях, что, несомненно, только укрепит дружбу и согласие между людьми разного вероисповедания.